всем привет сегодня знакомимся с youtube api создадим приложение в консоли разработчика угла получим токены немножко поговорим о том как и устроим ну и дальше посмотрим поехали что такое youtube api зачем он мне нужен предыдущих видео я делал ролики из статичного контента из картинок и текст делалось все программным методом автоматическим режим режиме рано или поздно такие видео можно загружать на сервера youtube так как все было автоматически и раньше хотелось бы чтобы автоматически все было и дальше соответственно нам нужен способ который позволит программ метод загружать видео а для этого есть разные способы использование api наиболее удобный способ хотя и не без недостатков так или иначе я буду использовать api для загрузки видео и получения статистики по ней чтобы воспользоваться маке нужно пройти некоторую процедуру и дальше сначала переходим по ссылке если по этой ссылке вы переходите впервые у вас еще нет ни одного проекта консоли то вам необходимо подтвердить условия использования выбрать страну необходимую если вы из россии выбрать россию соответственно после того как вы это все сделали вы должны создать новый проект проектов может быть в одном аккаунте разработчика до 12 штук на данный момент проекта нужно придумать имя ими произвольное организации указывать не обязательно выбрали создали теперь нам необходимо выбрать конкретный проект который мы только что создали есть несколько разных способов как выбираем проект вот мы выбрали проект переходим к следующему этапу для начала нам необходимо выбрать необходимые опишки которые мы хотим использовать в проекте для этого мы переходим в пункт библиотека здесь можно воспользоваться поиском данном случае мы выбрали библиотеку youtube youtube дата api именно она дает нам те возможности что нам нужно просто нажимаем кнопку включить через какое-то время она включается опишка этом ее можно использовать в проекте но для начала необходимо получить ключи кстати если бы мы хотели использовать не только ютюбовскую опишку а какую-то другую мы могли подключить подключить необходимо можно выбрать сразу несколько опишек и все их используются одним и тем же токи например мы хотим кроме youtube api использовать еще например доступ к диску google диск чтобы хранить там например прививки которые потом загружать включаем опишку google drive и потом тоже можем использовать ее в проекте а если например мы хотим использовать собирать статистику то эту статистику можем хранить в таблицах гугла для этого нам нужно подключить опишку угол шить все аналогично легко и доступно причем сама прелесть всего это инструмент в том что api можно подключать и отмечать по мере необходимости не меняя проект то есть не перри создавая не пересоздавая токены отдельный разговор касается лимитов у каждого опишки есть лимит на количество обращений так называемая кого-то про них нужно говорить отдельно но вы не можете неограниченно пользоваться опишкой у вас есть квоты на каждую api есть квоты в частности есть квот на youtube api квоты есть по времени суточные есть квоты по методам это отдельная большая тема итак необходимая пешки мы подключили но для работы приложения нам необходимо получить также еще и ключи доступа ключей доступа бывает несколько видов три если точно первый ключ это api key ключ приложения ключ который идентифицирует наше приложение перед гуглом и ключи и ключи которые авторизационные аутентификационные ключи которые позволяют нам делать некоторые операции от лица пользователя практически api key позволяет нам получить доступ к некоторым методам api в частности youtube api и любых других гуглских api с помощью ключа приложения мы как правило можем получить информацию общедоступную количество просмотров название канала и тому подобное с помощью у вас ключей клиентских ключей мы можем загружать видео в частности получать некоторую закрытую информацию например информацию о видео в черновиках о запланированных видео можем с помощью этих ключей менять описание банить пользователей удалять комментарии и тому подобное с помощью ключа приложения без ключей доступа у вас мы соответственно загрузить видео не сможем сегодняшнего видео мы получим только ключ приложения с этим ключом приложения повторюсь загрузить видео мы не сможем но мы сможем получить некоторую статистическую информацию о каких-то каналах и видео и просто протестировать доступ к опишке и понять как это все работает сейчас на экране вы видите мой ключ приложения это на самом деле важная информация с этим ключом вы можете получить доступ от лица моего созданное приложение это нехорошо конечно в конце видео я просто удалю этот ключ и он работать не будет а вы соответственно когда создаете свое приложение получать должны озаботиться безопасностью безопасностью приложения во первых ограничить доступ к ключу приложения также вы можете ограничить доступ к собственно самому приложению в интерфейсе консоли у гугла есть разные способы ограничения доступа к приложения можно ограничить доступ к айпишке по домену в зависимости от типа использования api то есть вы используете ли вы в веб-приложение десктопное приложение или какой-то другой способ доступа к API вы можете придумать свои схемы защиты приложения от несанкционированного доступа в консоли достаточно много способов ограничения доступа к ключам ключей вы можете создавать много срок жизни включить неограниченный вы можете создавать определенной политики безопасности а каждую на свой сервер на свою айпишку на своего пользователя на конкретные api и все это в рамках одного узкого проекта фантазии здесь большая главное самим запутаться кроме ключей мы в этом видео говорили про квоты в конце видео хочу показать где тихо вот смотреть значит вот это вот пункт меню квоты мы к ним вернемся когда начнем работать полноценно с опишкой здесь есть фильтры по api посмотреть если нарушение если лимит если так вот можно посмотреть ее величину вот квоты штука важны они постоянно мешают здесь графики статистики по квотам по использованию вот теперь я удаляю ключ который вам показывал и доступ к нему вы получите не сможете все следующем видео попробуем использовать полученные нами токен опишный что-нибудь там поизучаем на youtube api статичек какой-нибудь каком-нибудь видео моих наверно видео возьмем наверное печки для этого дела у гугла есть хорошая библиотека для работы с их api вот потестим эти опишки если видео вам понравилось не лените поставить лайк по ним я понимаю интересно то что я делаю кому-то или нет до новых встреч спасибо